Всем привет, привет, привет! С вами Аишни Сравнин и Сынулька Красотулька, то есть я, 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 я. Я сегодня буду читать ваши комментарии на Яндекс.Дзен.Платформа, канал Подвал Улича. Ролик выпущен 4 часа назад, называется «Как отбить мясо для нужной консистенции, для правильного стейка». Где ровно 24 минуты 0,1 секунду мама стучит, отбивает мясо. Конечно же, может кому-то показаться, что постоянный стук, 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 он капает по нервам. Я уже предвкушаю комментарии, что я их на данный момент не читал, но кому-то покажется нервным. Посмотрим, 179 комментариев, поехали. Ну, мы просто показываем, как правильно отбивать мясо. Самые первые комментарии, 4 часа назад 67 лайков собрал этот комментарий. Наталья ей пишет, вы в своем уме, мясо для стейков не отбивает, отбивает для отбивных, как ни странно. Кулинары, блин. Отбивные стейки. Ну, 67 лайков. И 27 подответов. Подответы, это когда под одним комментарием начинают вести дискуссии, беседы, а другие люди, либо переписываются между собой. Настя Харькова 4 часа назад пишет, сынка в этой семье отбитый. Ты не только по фэншую, а стейк из фарша будет. Галина Павловна с таким энтузиазмом стучит по доске, наверное, хейтеров представляет. Ну, конечно, в голову мысли мамы я не могу залезть. Ну, мама же у меня добренькая, и она такого себе и представить не может, что она берет металлический молоточек для отбивания мяса и отбивает мясо. Так, 43 лайка собрал этот комментарий. Мама, у меня добрая душа, и здраво об этом думаете. Людмила Морозова пишет, правильно, Галина, женщины на кухне это сила. Да, действительно. У нас же в основном, по большей части, не побоюсь сказать за всех, в основном готовят женщины. То есть, мужчины реже готовят на кухне, ну, либо очень редко готовят. Ну, женщины всегда, особенно, когда становятся постарше, уже когда в семье, женщины переходят на кухню. В основном, весь очаг от женщин. Стирка, глажка, чистота, уют, ну, и, конечно же, готовка, готовка продукта в кулинаре. Кадри пишет, для меня в диковинку отбивные стейки это разное блюдо. Нет, кадри, это не разное. Мы отбиваем стейки свиные, стейчим, стейчим, стейчим. Наталья Лев сама удалилась. Котейка пишет, спасибо, Галина. И дарит розу, спасибо, Котейка, большое за картинку. Котейка пишет, во. О, Ольга Николаевна пишет, руками-то мясо-то нос, то глаза. Не знаю. А чем мы еще вытирать нос, руки, глаза? Лаймочка пишет, стукачи. Ну, у понятия стукачей в нашем менталитете российском совсем другое. Ладно, когда ты звонко стучишь по мясу, а когда ты по ночам стучишь в какие-нибудь органы. Котейка пишет, так, святы, молодец. Спасибо, Котейка. Картинки с розами. Раз чудесного воскресенья. Спасибо, Котейка. Все будет хорошо. Котейка пишет, мира и добра вашему дому. Спасибо. И уюта. Добра и уюта. Спасибо, Котейка. Дарья Колесникова пишет, ого. Ну, а в этом ролике я не буду стучать по мясу молотком целых 24 минуты, одну секунду. Кому интересно, просто грохотать молотком, как можно такое в голову прийти? Дарья Колесникова, конечно, конечно, конечно. Вы представляете, сколько сжигается калорий, сколько энергии, сколько накачиваются мышцы. Это же фитнес, фитнес, фитнес. А вы думали, что как это все подготавливается? Пока вот эти продукты все подготовишь, несколько часов пройдет. Несколько часов из жизни, чтобы минут 10-20 час поготовить. Это только в этом быстро делается. А пока мама это подготовила, несколько часов прошло. Как говорится, не сразу. Кадри пишет, не очень приятно весь ролик. Сушить стук молотка, неужели нельзя сделать ускоренную съемку? Ну, нет, мы будем как хомячки. Это если у нас же голос записывается. А если что-то ускорить, у нас будет вот такой мей-мей-мей-мей, как после этого, знаете. Писклявый голос быстрый. Это... В нашей жизни можно смотреть вечно на четыре вещи. Как горит огонь, как капает вода, как мама Галина отбивает мясо. И как добрый работодатель, добрая женщина из отдела кадров, отсчитывает пятитысячные купюры. Бесконечно. Хотя сейчас уже на карточку, да, приходит. Аросинка пишет, а промакивать-то зачем это ужас? Ты положи на один пакет на одну сторону, а другой на крыло и походу в первый раз отбивает. Ну и ладно. Хотя, ну, учится отбивать. Хочется спросить, Галина, ты вообще готовила когда? Конечно. Аросинка, у мамы 50 лет опыта. 50 лет опыта. А с каждым годом опыта все больше и больше мудрее и профессиональнее в кулинарии. Наталья Дубинина пишет, Игорь, ну откуда мама знает, как правильно отбить мясо? Ролик очень шумный, отбивание идет 24 минуты. Жуть, жуть, нормально, нормально. Не все говорится, как посиделки с едой. Красивая пишет, а стейки разве отбивают? Конечно. На то он и стейк, а не отбивная кулинарии великие, еще и учат. Конечно, красиво. Конечно, отбивные стейки и свинины. Красивая пишет 24 минуты, слушает стук молотка, нафиг, нафиг. А вы звук выключите, просто смотрите на молоточек. Это как горащее огонь, он успокаивает. Юля Лялина пишет, вот тяк-тяк, щечки. Работает Галина. Кстати, со мной здесь кошки отдыхают. Мышка спит, мусик спит. Не буду их поднимать, а мне отдыхаю. Юля Лялина пишет, какой лазик отец? Так, отец штаны не может одеть. Прошу. Почему он одевает, штаны все сам? Все он может делать. Но я не хочу никаких уазиков, не хочу никаких драндулетов. Потому что люди, по большому счету, я знаю, что это такое. Я двигатель уазика с военными мостами. При этом несколько раз перебирал, замучился с этими головами. Шлифовка, все эти вкладыши, все эти, менял, замучился в своем время. Уже все делал, ездили. Потом у Волги, у Волга 3110, или как она, 2110, фиг его знает. Тоже замучился с этой, избавились. Потом вот этот металлолом стоял. Там этот поддон заварили на болт в двигателе. Газы пошли, короче, в этот двигатель. Тасол выклескивался из радиатора и кипел. А там еще, знаете, надо было просто слить масло, чтобы поддон не откручивать. А если ты у автомобиля начнешь откручивать поддон, вот эту вот ерунду снизу, она обычно алюминиевая. Там было вот Латун. А он когда вот эту брал, как они масло сливали, не знаю, каждые полгода надо зимнее, летнее масло там менять. Я не люблю автомобили, потому что, ну, нафиг они, о, мне сдались. Хотя я, да, очинил, конечно. Матерился, очинил. А там, если вот этот большой поддон начинаешь, смотрите, там снизу болт для слива масла. Он приварен. И вот, то есть, как-то так красиво приварили, что его ничем не сорвать. Перемоди. Ну, ничего, я потом с варочкой аккуратно наварил гаечки, а потом гаечки откручивал. Короче, там такая эпопея. Начнешь снимать вот этот поддон, обязательно прокладку под замену надо будет. А еще там это, мешает, фу, короче, гадость. Это, как, коробка передач вот эта. Не хочу, короче. Все, не хочу я про машину. Кому-то, конечно, нравится их чинить. Да, действительно, я уважаю тех людей. У меня брательник молодец любит чинить его. А я не люблю возиться. А Юля Лялина пишет, Игорь, отойди, не трынди, не мешай маме работать. Наконец-то весело, а то грустно. Как-то было два дня не смотреть, нечего. Красоту льдавая. Чего красоту льдавая. Так, Гелефидей Ратнер пишет, Кому это интересно? Мы что, не знаем, как оббивать мясо? Для кого ролик? Да многие не знают, как жарить картошку. Блин, как и знали, не знаю. Каждый раз кто-то выпускает жареную картошку и по 10 миллионов просмотров набирает. И каждый смотрит, фиг пойми. Каждый кто-то выпускает, и сразу столько просмотров. И каждый смотрит, как правильно жарить картошку. Нет, Гелефидей Ратнер, вы не знаете, как отбивать мясо. Так что мама учит. Учение швизить. Светуана Дэ... А, учение свет, не учение тьма. Светуана Дэ пишет, спасибо научили. Мы ведь никогда не знали, как правильно. В заголовке все глупее и глупее. Все умеют делать по-своему. Не вам точно определять, как правильно. Конечно, правильно. Берешь молоток и отбиваешь. 24 минуты показываем, как надо стучать молоточком по мяску. Юлия Лялина пишет, все, я поняла. Мама тоже что-то не выговаривает. Все, она выговаривает. Людмила 1218 пишет, хотелось увидеть результат приготовленных чипсов. Но это, наверное, будет в следующей серии. Да, Людмила, вы первые. Ольга Николаевна пишет, я так поняла, в этом ролике только отбиваю. Следующий будет жарить. И наконец-то этим будут есть. Конечно. Конечно. Светлана Бранжина пишет, ой, эксперименты маленьких цыплят у нас всегда кормили пшеном, только воронам. Ну, понятно. Да, Светлана? Да, действительно. Красиво. Так, красиво пишет, я увидел плюс в этом ролике, лайфхак для тех, у кого противные соседи, включайте на полную мощь звук, кролик ставите на реверс и уходите погулять минимум часик на три. Колонки можно ближе к розетке поставить. Кстати, красиво. Да. Вы, наверное, из личного опыта. Потому что знаете, что пространство в розетке имеет пустоту. Вы, скорее всего, так и делаете, когда хотите насолить соседям. Не хотел бы я с вами жить в квартире по соседству за стенкой напротив. А кто кошелину не так, потом замучаешься с розетки отсушить. Так, а Жанна отвечает, красивый, а у меня для любимых соседей всегда был пылесос. Звук такой, как самолет идет на взлет и на посадку. Как за стенкой крики я начинал пылесосить, и сразу тишина у соседей. Кстати, интересно я про соседей. Обычно стучат по батареям. Тюк-тюк-тюк по батареям. А раньше чугунной памяти гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Тух-тух-тух. Тух-тух по батареям. Ну, стучи, стучи. А еще многие выходили, там же на лестничной клетке раньше, это было. Вот три квартиры, да, например, или щитовая, щитовую, раз, автомат. Вот этот автомат, отключение от короткого замыкания, кажется, у соседа свет нет. А еще были вот в советских этих пакетные выключатели, вот такие, мало кто разбирался, черный, пакетник-выключатель так, и все, и фиг, кто догадается. И даже мужик умный в трусах выйдет, сосед, он обычно, когда ругается, либо поддатый, либо что, никогда не догадается, в какую сторону пакетник включать. Пакетный выключатель, кстати, сейчас мало кто об этом знает. А что там еще было? Раньше счетчики были, вот эти однофазные стояли, черные, как бы, из этого, что только не было. Ладно, то на что гораст. Юля-ляля напишет, а у нас говорили, жадина-говядина, пустая шоколадина, вот. Так, а красивый отвечает, жадина-говядина, соленая, он говорит, по полу катается, никто тебя не ест. Точно. Настя Харьков отвечает. Так, сынка прилетел, понюхал, и съел. Хи-хи-хи. Галина пишет, с какой злостью мутузит бедная Мянска. А, все успевает, одно слово, звезда. Пора какому-то человеку отправлять. Ть, ну. Может, наоборот. Может, наоборот. Фу. Ну, где лов-то? Елена Боброва пишет, ну, точно больные, но все так больные. Показали бы, как пару стейков убивать и хватит. А кто колотит, да еще по очереди, да? Мама учит сыну колотить эти отбивные. Да еще по очереди. Че, Мусик? Нет, тут, кстати, Мушка ручкует. Что-то у меня тут бывает это. Что-то у меня тут это, скажи, у меня тут положи мне назад. Ложись. Ложись. Ушами своими же. Ой, тюрьмое. Так. Так, я что-то отвлекся. Елена Боброва пишет, ну, точно. Показали, как пару стейков отбиваете и хватит. А кто колотит, да еще и по очереди. Кому понравится ваша штука сушить. А то мясорубку вырубят. Слушайте, уважаемые подписчики. Мы показываем жизнь, жизнь на кухне. Ника пишет, вот это кино полчаса долбили молотком. Вот это, потом еще и что это. Да, это. Жанна пишет, говорят, лучше бы жирное не промакивала бумажным полотенцем. Ну, не, ничего. Нормально. Они, кстати, еще полежали, они влагу дали. У этих хорошо полотенцем их промутузили, вот так можно сказать. Промакали, промокли, как ее. Промакали. Она еще потом влагу дала. Любимая пишет, стесняюсь спросить, а стоять, девочки мои? Это о ком. Ну, наверное, девочки мои, о стреках. Стреки. Стоять, отбивные. Стоять, девочки мои. Хорош. Стоять. Так. Что-то я устаю. Ну, вот сидел. Жанна пишет, под доску нужно постелить полотенце, чтобы не было такого шума. Да, правильно. Я для этих целей использую пластиковую, не шумную, легко моется. Спасибо, Жанна. Спасибо. Ну, мы по стареньке. Мы по стареньке. Хороша, хороша. Валентина Сауткина пишет, а зачем бумажное полотенце? Хорошее мясо отбивает специальным деревянным молотком. Киянка, а у вас? Так это специальный молоток, хороший, отличный. Не только деревянным отбивает. Деревянный он в подвале. Есть специальный. Металлический муч. Специальный мы из нержавеющей стали. Валентина Сауткина пишет, Вы людям показываете правильное приготовление отбивных. Сначала узнайте правильный рецепт, а потом показывайте, не в обиду вам. Конечно. Конечно, мы знаем. 24 минуты показывали, как школьный урок. Как мы отбиваем мясо. Наталья Ковалева пишет, Я, которая по счету здесь буду, кто написал, что стейки не отбивает. И судя по цвету, не свинина ли это? И того, свиной отбивной стоит по-хакаски. Медиум рар. А, это прожарка. Медиум. Медиум у меня. Медиум у храм. Наталья Укьянчикова пишет, Можно под доску полотенца постелить, чтобы не было гороха. Великий кулинар, конечно. Конечно, Наталья Укьянчикова. Вариса Ваня напишет, С ума сошел весь ролик, Твоя мама мясо отбивала. Ты что стал людям показывать? Ты халтурщик. Больше ведь нечего показывать. Следующий ролик, она его жарить будет. Молодец. Да я не халтурщик. Где вы видели, что я халтурщик? Я не всегда могу какие-то такие видео. У меня, кстати, мусор пришел, Пришел, сказал, Туда мне надо, Туда мне надо, Ложись, давай. Тюмоль, Ложись, мушки. Мушка тут развалилась, Расклассилась. Ложись, Раду. Елена Панова пишет, Прекрасного настроения, Сегодня, завтра и всегда. Спасибо. И красивая картинка с бабочкой И светами. Спасибо, Лен. Ника пишет, Мама браслет сняла, Жмет. Нет, не жмет. Нина Григорьева пишет, Теперь очередной, Выпендрош, Как с мясорубкой. Только летят на камеру. Теперь стучат. Молоточек же вы не так недавно купили, Чего по мозгам не постучать. Какие все-таки они ненормальные, Диоды из 24 минуты стучать на камеру. Это можно с ума сойти. Так мы же не сходим с ума. Мы же с ума не сходим. Нет, мы с ума не сходим. Так, ладно. Нина Григорьева смеется. Наталья пишет, Вот это ролик, Мама мясо отбивает. Зачем, почему и для кого. Мы сами знаем, что и как. Показывает, как она отбивает. Я, кстати, сегодня выбрал именно такой ролик. И хотел вот его прочитать. Хотя там еще есть очень интересные два ролика, Отличные. Я именно вот это. Людмила за привода пишет, Потому что я выбрал лично беру. Где какой. Людмила за привода пишет, Включила, начала стучить. Перед металловка не стучит. Ты как там? Не офигел ли совсем? Алиса Иванченко пишет, А зачем она мясо полотенцем промыкает? Оно же сухое будет. Весь сок уйдет. Никуда он не уйдет. Кстати, он никуда не уйдет. Наталья К. пишет, Блин, ну прям шедевр на шедевр. Точно сочту за комплимент. А Елена Саракина пишет, Господи, кто бы научил? Научились бы культурно убирать И переведитесь уже на конец. Мы так переодеваемся всегда в чистое. Вы что, Елена Саракина? Елена Панова пишет, Тоже так отбиваем мясо в пакете. И молоточек такой же. Прожарится элементарно. В двойной панировке сыр, орешки. Это будет вкусно. Спасибо, Елена, всегда за поддержку нас, нашей семьи. Надежда Михайловна пишет, Мясо отбивает гладкой стороной молотка, чтобы не было в нем дырок и сок сохранялся в месте. Еще не мешало бы знать, что такое стык. У вас далеко не стык. А, пойдет. У нас отбивная стыка отбивная. Ну, не знаю. Если обычным молотком, да, с бойком, с кругом бойком, оно будет размазываться. Не получится, Надежда Михайловна, так отметь. Я свинину в свое время отбивал. На пакет одевал. Мясо, свинину, пакет. И на молоток, на боек молотка одевал пакет. Лучше с зубчиками. Туда спицы обычно. Она не высохнет, кстати, вот эта свинина. Она еще сок даст. Тут она полежит, хоть ее и бумажными полотенцами, влагу убирали. Все равно сок дает. Наталья Леонтьева пишет, ты гороша, а ты совсем не умеешь ролики снимать? Не, не умею. Зачем весь ролик стучать по мясу и галдить одновременно? Мясо уже светится, его все долбит. Его еще сильнее мать подсказывает. Дурдом. А завтра кушать будете. Можно как-то прокручивать с мясом-то. А еще можно ролик здесь же сделать, как вы все все тонкое мясо глотаете. Господи, научил мой разум эта семья. Наталья Леонтьева. Я, если когда хочу, по настроению, я снимаю не хуже, чем другие ролики из кулинарии и со всем остальным, что захочу. Здесь обычный жизненный ролик. Я снимаю не хуже, чем все остальные. Я это знаю прекрасно. Галина Сыпленник пишет, то, какое у вас все запущено, а детская дразнилка звучит так. Жадина, говядина, соленый огурец, с попового валяется, никто его не ест. Чем-то я вспомнил про грузцы бочковые. По пишет, По, мама возомнила себя, чего, кем возомнила, прям кулинарные шедевры. А, По, вы, наверное, недавно на канале совсем. Вы не смотрите на количество подписчиков, не смотрите. Мама больше всех уже на кулинарных этих готовила, чем все остальные эти люди. Астра пишет, Галина, так, футболки от МТС дает мастер-класс по правильному отбиванию мяса. Точно астра. Как надо мясо правильно отметить. Смотришь, тух, тух, тух. Елена Мельничев пишет, весь ролик долбит, прокрутил до конца, ничего не изменило. Ролик ни о чем. Как ролик ни о чем? Ролик о том, как отбивается мясо. Па-па! Елена Мельничев пишет, вот эти маленькие кусочки вы называете отбивные, конечно, отбивные. Их же били, молодые наскому. Антон Зобин пишет, скажите, пожалуйста, Дзенни материться можно, потому как кроме матов сказать больше нечего. Весь ролик стучат на камеру и голос за кадром гудит. Антон Зобин, на Дзенни да и на других платформах не приветствуется никакой мат. Ролики все написано отбиваем мясо. Правильно. Маргарита Александрикова пишет Ничего так молотить и все 24 минуты больше показать нечего, потому что ничего не умеет. Капец канал сдулся. Ой, нет этого мало просмотров. Совсем нет этого. Не сдуем чё мы не сдуем чё нет этого. Кстати, здесь такой парадокс. Ютуб в гору три канала в гору, а здесь всё-таки на понижение в Дзенни. Чё тут у нас ещё давайте я прочитаю про сынуля красотуля. Как жить в деревне деревенский сынуля красотуля. Два часа назад 106 комментариев. Итак, где сынуля красотуля сидит короче на пятой точке. У него очень роскошная пышная вот такая шевелюра у меня вот такая. У меня тут не три волосинки, у меня целых 33 волосинки на квадратный миллиметр, да? так 106 даже лайков набрал за два часа. не лайков, а комментариев. Лайков поменьше. Так, теперь пройдёмся по моей внешности. Что думаю о моей внешности? Два часа назад Елена Индюкова пишет 53 лайка собрёт этот комментарий. Страшен конечно такой крыс овец ночью приснится инфаркт гарантирован. У меня мужа 56 так он очень хорошо выглядит тут. Чем мне вот смотрите на вкус и свет товарища нет. Я не могу своей физиономии всем нравится. я не женщина румяна что всем нравится. Правильно? Так Хельга пишет симпатяшка. Наталья пишет Игорев какой фирмы косметики ты пользуешься? Губной тоже пользуешься или только блеском для губ давай колес посвятить свои женские секреты? Я мужчина я мужик и губной помадой никогда не пользовался. 32 лайка тот еще поддерживает Наталья Ковалева пишет молодец Игорев помылся уже красавица. А я каждые два дня я в душ потому что зима холоднее раз в два дня все-таки хожу в душ раньше чуть пораньше каждый день душ поднимал каждый вечер а сейчас два раза да потому что там прохладные смены погоды да и состояние бывает чувствуешь что не не можешь не можешь Ольга Зацепина пишет причессон огонь конечно Инкогнито 4479 пишет Игорь не дразни Лена Панова пишет живое море доброго океана дачи целую гору счастья спасибо Лена Татьяна Желый пишет для ест рову лжа железо а лжа душу понятно Надежда Фомина пишет уже не знаю чем лезть свободные уши осушить или все меньше и меньше посмотрел когда ты придумал читать наши комментарии и не отвечать у тебя было просмотров четыре с лишним тысячи а сейчас все меньше и меньше остались самые выдержанные скоро всех потираешь так Надежда Фомина никогда по-моему сначала четыре тысячи никогда не было ролики же висят они постепенно все равно просмотры набирают еще несколько месяцев они же не так что за первый день за первый час какие-то просмотры они постепенно висят набирают помаленько просмотров набирают олеся олеся пишет какой ужас ты напугал огородной похож ты хоть зеркало смотришь этажей все тебя конкретные да где где Валентина Панякина пишет не деревенской красотули городской сумасшедшей барис Иванченко пишет опять Игорь в эфире куда с такой прической собрался хаоуин уже прошел хаоуин это буржуйский праздник ненавижу его не называйте Галина Андреевна пишет господи Галина Андреевна сами вы такая какая что написали Дарья Колесникова пишет боже вот это страшилище это сценарий у тебя такой для просмотра да кто смотреть будет на такое вдруг приснится в кошмарном сне 34 века Ольга Иванова блин смотрите Дарья Колесникова вот все 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 я вот начал читать комментарии вот я просто сидел читал комментарии и почему-то все женщины все женщины не по комментариям пошли а именно сразу начали идти по внешности ведь я там ни единого слова не было про внешность как я выгляжу как я что или где что там ни единого слова от меня не было я просто сидел читал комментарии но почему-то Каждая заходит и сразу на внешность Фу-фу-фу-фу-фу-фу А в ролике-то что там было, на что я отвечал? Никто не знает Людей судят по внешности Так, в каком-то месте красотуля Наталья и пишет Ну и плохой, неужели не понимаешь, насколько ты смешно? Юля Лярина пишет, Игорь Пошли на дискотеку Какой-то смайлик недовольный Инкогнито 8638 пишет Сыну ли, у тебя глазик потек, смехота Где? Нина Григорьева пишет Так, в эфир залез, говорить будет, брехать Любимая пишет Такая причесуха не ваши волосы или жидкие, окрашенные Это мой натуральный цвет волос Так Вершова Наталья пишет Ну и все, дошел до края Хороших комментариев почти не осталось Начал зачитывать стихи со своих картинок Нет, это добрые люди Стихи присылают Рисование напишет Что это такое? Не дай бог ночью приснится, что у тебя на голове Ну пощади людей, не надо так шокировать Астра пишет Какой все-таки Игорь красавец Спасибо, Астра Надежда пишет Праздник что ли, какой игруша с чистой головой У Орока пишет Фу, блин, зачем я это на ночь ключево Как теперь это все развидеть Ага, еще и 19 лайков Любовь пишет Распустил косы 19 лайков Надежда Михайловна пишет Ну и страшен же, батенька, еще и косма распустил Расинка пишет Ой, я водяной, я водяной Какой ты же, ты страшный Галя, ради обратно Это жуть Галина Варапаева пишет Водяной, но нельзя так пугать людей У меня твоей красоты чуть сердца не прихватило Петрова пишет Откуда Чего Какой страшный А, Расинка пишет Мама варит супы А есть Дина Елена Мельничек пишет Опять Распушился Понятно Елена Бичевина пишет Свят, чур меня Сергей Шахеев Пишет О боже, да это ж Кулачев Иваша пишет Девушка А девушка, как вас зовут? Чего за анекдот такой? Понятно Чего Трюлинский анекдот? Блин, не один Вот люди какие Все комментарии только про внешность А не про содержимое ролика Видите? Все-таки действует Действует Недаром говорить Судят людей по одежке Как говорится Не суди людей по одежке А по внутреннему миру И вот обязательно по одежке Все судят Ну я дочитаю И все Алиса Петрова пишет Слов нет Вместо анекдота Можно посмотреть Галина Воронцова пишет Игорь, а ты не сказал Какого цвета? Так У девочки платье Та, которая около лебедей Чтоб она прислала Красного цвета Я помню 37 минут назад Доброго, уютного вечера Прекрасного настроения Доброго, уютного Котейка, кота Белый кот Я ж картинки бывает запоминаю Но не все У меня же в образах Котейка пишет Добрый вечер К нам пришел Пусть все будет хорошо Пусть у вас все будет Классно Ежедневная жизнь Частная Добрый вечер Спасибо, котейка Тортик вам на угощение Спасибо, котейка Тортик Тут еще и этот Мормелотки Даша Мэй Пишет Люди Не считайте себя лучше К других И прежде чем лезть В чужую жизнь Узнаете Может там и без вас Хорошо Спасибо, Таша Мэй За нормальный Адекватный комментарий Наталья Леонтьева пишет Олег Попов отдыхает Наталья Леонтьева пишет Зачем так близко Камеру ставить К своему лицу Ну правда Неприятно смотреть Все твои погрешности Почему ты и гороши Не слушаешь Комментарии Рубашку не меняешь Лохматый В общем Все проехались Только по внешности А вы помните Восьмидесятые Девяностые Сериалы Знаете Как люди ставили Картинку Прям голова Полная в кадре была Вспомните сериалы Вы вот сами Удивитесь Почему-то Я замечал Я же тоже снимаю Ну вот Сколько уже Много снимаю И у многих Когда ведут речь Голова вот так Прям голова Собеседники сидят С кем-то общаются Привет Джули Привет Логан И вот такая голова Во всю эту Притом От макушки до этого Привет Ты сегодня Там Хорошо выглядишь Да 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 Ну вот такое Знаете Голова Вот так Кстати я замечал Это было По моему Первое Из Голливуда Пошло Из этих Голливудских сериалов Кто был по забугу Забугарам Потом от этого Отошли Ладно С вами был Мусик Батькович Мышка Батьковна Сынуля Красотуля То и все Семь вкусняшек Вкусняшек Отличного настроения Любите себя Любите своих близких Я просто почитал Тут пару комментариев Только Те кто По внешности Ничего не написал Два комментария Из получается Знаете скольких Из 106 комментариев 104 комментария Чисто проехались По моей внешности И только Два комментария Встали на защиту Два Три комментария Нет Четыре О Четыре комментарии Из 106 Всем вкусняшек Вкусняшек Отличного настроения С вами был Самурлик Разотуля Я ноги Отстел Дотянуться надо До кнопки Выключения Нифига С меня Не индийский Йок Да Че мусик Не индийский Йок Я Скажи Всем пока Пока Скажи Давай Можешь Спать Отдыхать Все С вами был Самурлик Красотуля Всем пока Пока Мы еще Увидимся Субтитры